Ливневая канализация Железногорска Ливневки Железногорска, говорит Юрий Латушкин, проектировались полвека назад и уже не способны справляться с потоками воды и грязи Город с потоками воды не справился, но здесь ряд, наверное, к тому обстоятельству, которые способствовали Это и то, что диаметры и пропускная способность нашей Ливневки, к сожалению, с этим объемом не в силах справиться Плюс были такие факторы, сотрудники КБУ метались по городу и пытались выправить положение Социальные сети сегодня пестрят фотографиями и видео жителей города о последствиях стихии Захлебнувшиеся машины на обочинах и венецианские пейзажи вместо территории института МЧС Также дождевая вода буквально смыла уложенный накануне по дороге на городское кладбище асфальт На который из городского бюджета было выделено около 300 тысяч рублей И с проблемой, по сути, ничего нельзя сделать Бюджетных ассигнований не хватит на переоснащение ливневой канализации города А те средства, которые удается изыскивать, ситуацию не спасают К сожалению, от нашей бедности хотелось бы делать совершенно по-иному Но делаем в размерах тех средств, что имеем Я вам сразу скажу, это сотни миллионов рублей Конкретной цифры нет, значит? Нет, мы даже не пытаемся смешивать Мы просто знаем, что у нас на это средств нет и не будет Нам их никто не даст При нашей, скажем так, ситуации с бюджетом нам их никто не даст На решение проблемы остаются лишь призрачные надежды, говорит Юрий Латушкин К 2020 году специалисты планируют подготовить новый генеральный план города В нем предусмотрят устройство ливневой канализации в 3, 4, 5 и 6 микрорайонах Мы их даже...